Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание к этим работам по книге Великие Музеи Мира. Жан-Франсуа Милле «Весна или Дафни Сыхлое» 1865 год, холст масла 235 на 134. Французский художник Жан-Франсуа Милле прославился полотнами, описанными на бытовые сюжеты и изображающими жизнь простых крестьян с их заботами и тяготами. В разное время он учился у портретистов Дюмушеля, баталиста Жан-Шарля Ланглуа и известного исторического живописца Поля Делароши. Данное произведение создано в период, когда мастер обрел широкую популярность и признание. В апреле 1864 года он получил заказ на исполнение серии работ, посвященной временам года. В основу картины «Весна» был положен сюжет древнегреческого пасторального романа «Дафнистый Хлое» о любви двух молодых людей. Милле изобразил влюбленных на лесной поляне, расположившихся около статуи панна, украшенной цветами. Юноша держит в руках гнездо с птенцами, а Хлоя пытается накормить их размоченным мякишем. У ее ног лежит котовка с хлебом и кубышка с водой. За спиной девушки к дереву привязана коза, кормящая козленка. Животные – символический знак, указывающий на то, что «Дафниса» и Хлою еще младенцами нашли пастухи. Мальчик был вскормлен козой, девочка – овцой. Полотно решено в светлой колористической гамме, что практически не свойственно работам мастера. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе Жан-Фруссоа Милле «Весна» и «Дафниса» и «Хлоя» 1865 год. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok